Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! В сегодняшнем выпуске поговорим с вами о самозаготовке грунтов для рассады. Большинство из нас, конечно, используют покупные торфяные грунты для выращивания рассады. Однако, кто-то скажет, зачем я буду тратить деньги, если я могу взять хорошую огородную почву, использовать ее для высадки рассады и не надо мне ничего покупать. С одной стороны, они правы, с другой стороны, здесь нас поджидает несколько, ну, таких опасностей, которые могут привести к неудаче при выращивании рассады. Конечно, у всех в огородах земля разная, давая здесь какие-то особые советы, бывает достаточно сложно. Почему? Потому что у кого-то легкий суглиночек, у кого-то супесь, у кого-то глина тяжелая и так далее. Что необходимо рассаде? Поскольку рассада выращивается в ограниченном объеме почвы, то в этом случае к грунтам надо подходить очень и очень внимательно. Если грунт окажется слишком тяжелым, таким вот прям глинистым, то в этом случае растениям не будет хватать кислорода, ведь там нет червячков, нет каких-то жучков, которые будут рыхлить эту почву, перемешивать эту почву и естественным образом обеспечивать аэрацию этой почвы. В результате чего почва будет закисать, корни будут задыхаться, будут плохо развиваться. Поэтому такая почва в принципе не годится по своему гранулометрическому составу, минеральному составу, она слишком тяжелая. Если же почва у вас легкий суглинок, то она вполне может заготавливаться для выращивания рассады. При этом надо помнить, что почва, собранная с поверхности, ну вот огородная такая, она может содержать значительное количество разнообразных возбудителей, болезней, также зимующих форм вредителей, поскольку эта почва в осенний период заготавливается. Кроме того, эта почва может содержать значительное количество сорняков, поэтому проблем с этой почвой может быть гораздо больше. И в этом смысле гораздо проще пойти и купить пакет земли. Не так уже он там дорого и стоит. Но с другой стороны, есть особая почва, которая практически лишена тех недостатков, о которых я сказал. Наверняка у всех, у кого плодородная почва в огороде, именно те, которые подходят для использования для выращивания рассады, вот эти плодородные почвы наверняка населены дождевыми червячками. А где есть дождевые червячки, там есть и кроты. А где есть кроты, там есть и кротовинки. И вот когда крот выталкивает, выталкивает, выталкивает эту землю, на самом деле он выталкивает не с такой уж и большой глубины. И вот эти вот кротовины зачастую, они как раз лишены тех недостатков, о которых я сказал. Там как раз будет, они немножко с глубины будут взяты, эта земля. Поэтому земля кротовин, как правило, с большего лишена значительного количества возбудителей болезней, вредителей и сорняков. Поэтому кротовинки вы вполне можете собрать. При всем том, зачастую, почва огородная, если это только не торфяные почвы, они все-таки являются слишком тяжелыми, мало аэрируемыми для наших растений. И поэтому в чистом виде почву с огорода я все-таки не рекомендую вам использовать. Все-таки лучше мешайте 50 на 50 почву с огорода, с почвой, с покупной, приготовленной на основе торфа. Но при всем том, напрямую перемешать даже почву кротовин я не рекомендую. Почему? Потому что все-таки какое-то количество там клеща паутинного, каких-то там личиночки какие-то могут быть, даже червяки дождевые нежелательные в рассаде все-таки могут там присутствовать. Поэтому набираю там металл. Вот у меня очень простой способ. Я беру металлическое ведро, я показывал в видео, набираю туда землю, и у меня печка топится, плита такая есть. На эту плиту ставлю, накрываю сверху металлической крышкой и довожу до состояния парения, то есть примерно до температуры 70 градусов. При температуре 70 градусов все вот эти яйца, возбудители, вредители, и всевозможные там споры, возбудители болезни, они погибают. И остаются в основном только споровые формы бактерий из микробиологии. Это зачастую синая палочка, ну пусть она не будет там суперполезной для растений, поскольку дичка, но она не является вредной. И поэтому пропарена, не надо прокаливать, но пропарить почву в течение 15-20 минут до температуры 70 градусов довести, вот 15-20 минут ее подержать. Можно полчаса, можно хоть всю ночь держать, но не надо, чтобы она кипела и прокаливалась. Вот просто пропарить ее вот таким образом. И в этом случае вы можете на 100% быть уверенным, что она является безопасной для ваших растений. Потом ее смешиваете 50 на 50 с торфяным грунтом, и вы точно можете быть уверены в том, что она не будет слишком тяжелой для ваших растений. И при этом вы скомпенсируете недостатки торфяных грунтов, такие как очень быстрое пересыхание и истощение. Все-таки глинистые песчаные силикатные почвенные частицы накапливают в себе значительное количество питательных веществ, которые впоследствии медленно, но верно, отдают вашим растениям в процессе потребления питания из этой почвы. Поэтому вот такие смеси 50 на 50 являются очень и очень благоприятными. Но не забывайте про пропаривание. Пропариванию подлежит даже собственный компост из компостной кучи. Если вы используете как добавку к вашей земле для выращивания рассады, чтобы потом не бороться за силием черных мушек и прочих нежелательных объектов, организмов, просто возьмите и пропарьте, и все будет в полном порядке. А так это хорошая вещь, хорошая идея, которая улучшит состояние почвы и улучшит состояние рассады. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.